Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия хлебопекарных печей малой мощности. Хлебопекарная печь является основным технологическим агрегатом при производстве хлебных изделий. Этот агрегат определяет тип и назначение предприятия, на вооружении которого он находится, и в ряде случаев обуславливает вырабатываемый ассортимент и качество изделий. Промышленные печи, применяемые для выпечки хлебных, булочных, бараночных, сухарных изделий, имеют технологические и конструктивные особенности, при которых достигается высокое качество вырабатываемой продукции. Наилучшие технико-экономические и эксплуатационные показатели. Поэтому на предприятиях вырабатывающих тот или иной вид изделий применяют соответствующие печи. Производительность печи обычно увязывается и с производственной мощностью предприятия. Естественно, что предприятия большой, средней и малой мощности оборудуются печами соответствующие им по производительности. Хлебопекарные печи малой мощности. Хлебопекарные печи с канальным обогревом HR1 относятся к группе печей со стационарным подом непрерывного действия и применяются для выпечки всех сортов хлебоволочных изделий. Хлебопекарная печь HR1 состоит из топки с обогревательными каналами, пекарной камерой системы увлажнения и водогрейного котелка, соединенного трубопроводом с системой горячего водоприготовления на предприятии. Топка А1 приспособлена для сжигания дров, торфа, газа, мазута, а при устройстве дутья и для сжигания угля. Обогревательные каналы кирпичные 13 под подом пекарной камеры и металлические 8 из дымогарных труб или в виде плоского перекрытия из листовой стали над пекарной камерой. Пекарная камера занимает всю среднюю по высоте часть печи. Для удобства обслуживания и сохранения пара имеет небольшой уклон в сторону посадочного фронта. Выстилается пекарная камера красным кирпичом первого сорта. Пекарная камера имеет посадочную дверцу 11 с ножным педальным механизмом. С левой стороны от дверцы расположен угловой ртутный термометр в металлической оправе, а справа и ниша с электрическим фонарем для освещения камеры во время посадки и выемки. Для снабжения пекарной камеры паром у задней стенки ее установлена металлическая испарительная коробка 2, заполненная чугунным ломом. Из водогрейного котелка к коробке подведена горячая вода, которая орошает нагретый чугун, испаряется и увлажняет камеру. Излишек воды сливается в канализацию через трубку у дна коробки. Для удаления из камеры излишка пара, особенно при выпечке ржаных сортов хлеба или при необходимости быстрого охлаждения ее при переходе с сорта на сорт, предусмотрен канал 6, который сообщается с боровом, соединенным с дымовой трубой. Канал перекрывается золотниковым клапаном, ручка 9 которого выведена на посадочный фронт печи. Дымовые каналы очищаются от сажи и уносов через лючки 3, расположенные на посадочном и топочном фронте печи. Горячие дымовые газы из топки 1 направляются по нижним кирпичным каналам 13 к вертикальным газоходам 12, расположенным в углах передней стенки печи, откуда поступают в металлическую сборную коробку 10. Проходят по дымогарным трубам 8 и попадают в сборный канал 4, расположенный в задней стенке печи. Из сборного канала газы с помощью поворотных шиберов могут быть направлены или под водогрейный котелок 5, или минуя его в боров печи 7. На случай необходимости уменьшения теплоотдачи от дымогарных труб или плоского металлического перекрытия пекарной камеры при подгорании верхней корки изделия, в задней стенке печи предусмотрены два вертикальных канала, по которым открыв поворотные шиберы можно часть или все газы из нижних кирпичных каналов, минуя дымогарные трубы, направить под котелок или в боров. Посадку тестовых заготовок и выемку готовых подовых изделий производят вручную деревянными лопатами с ручками длиной от 2 до 4 метров. Для посадки и выемки формового хлеба применяют железные лопаты и кочерги. Печь FTL-20 представляет собой люлично-подиковую печь с канальным обогревом и предназначена для выпечки хлебобулочных изделий широкого ассортимента. Печь состоит из пекарной камеры 1, двухъярусного конвейера 2 с 17-ю подвешенными люльками размером 1400 на 350 мм, топки 5, двух водогрейных трубчатых теплоутилизаторов 4 и двух трубчатых парогенераторов 6. Стены и своды перекрытия печи сложены из красного кирпича. Своды надо топкой и газоходами с высокой температурой из огнеупорного кирпича. Конвейер печи приводится в движение от электродвигателю 1 кВт 940 оборотов в минуту через ременную передачу, червячный редуктор и пару цилиндрических шестерен. На случай необходимости предусмотрен ручной привод. На слайде представлена схема газового тракта печи. Дымовые газы и стопки направляются по центральному каналу 1, разветвляются на два параллельных газохода 2 и поступают в вертикальные каналы 4, расположенные в задней стенке топочного фронта. Далее по верхним газоходам 5, отдавая тепло через металлические перекрытия пекарной камеры, следует подать теплоутилизаторы 3 и направляются в боров. При выпечке подовых изделий из пшеничной муки, требующих увлажнения пекарной камеры, дымовые газы могут быть при помощи шиберов 6, направлены из нижних газоходов по каналам 7 на обогрев парогенераторов и далее по вертикальным каналам 4 по описанному выше тракту. Посадочное отверстие печи оборудовано дверцей 9. Выгрузка подовых изделий на ленточный транспортер 7 производится автоматически при помощи копиров 8, наклоняющих люльку на 30-45 градусов. Для увлажнения пекарной камеры пар из парогенераторов 6 поступает по трем трубкам 3, две из которых расположены в первой, а одна во второй зоне камеры. В начале загрузки включают электродвигатель привода печи. Когда загорится сигнальная лампа реле времени, открывают посадочную дверцу и производят посадку форм или тестовых заготовок на люльку конвейера. По прошествии установленного времени реле автоматически включает электродвигатель привода и загруженная люлька перемещается на один шаг. Последующая загрузка производится в той же последовательности до момента, когда будут заполнены все люльки и первая из них пойдет к отверстию под разгрузку. Печь УПГ-3 относится к группе печей с канальным обогревом и предназначена для выпечки ржаного и пшеничного хлеба, булочных и мучных кондитерских изделий. Печь состоит из пекарной камеры 1 металлического карусельного пода 2 площадью 2,9 квадратных метра топки 5 и водогрейного котелка, расположенного над верхним перекрытием. Металлический карусельный под диаметром 2180 миллиметров изготовлен из уголковой стали и опирается на упорный шариковый подшипник. На поду размещается 12 рамок шириной 285 миллиметров. Вращение пода производится вручную. Дымовые газы и стопки направляются по нижним горизонтальным газоходам 6 и по вертикальному каналу, расположенному в правом углу стены посадочного фронта. Проходят верхние газоходы 4, обогревают через металлическое перекрытие 3 пекарную камеру, поступают под водогрейный котелок и далее в боров. Топка приспособлена для сжигания дров, торфа, газа, мазута и угля. Посадка форм или листов с тестовыми заготовками производится через посадочную дверцу сразу на весь под. Дверца закрывается и через установленный промежуток времени производится выгрузка готовых изделий в том же порядке, в каком происходила загрузка пода. Печь P119M относится к тупиковым люлично-подиковым конвейерным печам с электрообогревом и предназначена для выпечки широкого ассортимента хлеба булочных, бараночных и мучных кондитерских изделий. Печь состоит из блочно-каркасного ограждения и пекарной камеры 2, в которой размещен двухъярусный цепной конвейер 3. Цепи конвейеров тулочно-роликовые с шагом 140 мм. На конвейере через каждые три звена подвешены люльки 4 размером 1410 на 285 мм. С высотой подвески 150 мм. На этих люльках выпекается формовой хлеб. Для выпечки подовых изделий на люльки устанавливают сменные подики размером 1410 на 350 мм. Передний вал конвейера приводной, а задний – натяжной. Валы опираются на подшипники качения, которые у приводного вала вынесены за пределы печи, а у натяжного расположены в нишах боковых панелей ограждения. Движение конвейера равномерно прерывистое, осуществляемое с помощью реле-времени и концевого выключателя, установленного у приводной звездочки. Привод печи состоит из электродвигателя, клино-ременной передачи, червячного редуктора с передаточным отношением 37 и цепной передачи. Обогрев пекарной камеры производится от трубчатых электронагревателей 5 мощностью 2,5 кВт. Всего в печи предусмотрено 30 нагревателей общей мощностью 75 кВт. Нагреватели установлены на обеих боковых панелях печи. Ограждение печи представляет собой пустотелые панели шириной 250 мм из тонкой листовой стали, заполненные изоляционным материалом. Для более равномерного распределения температуры в пекарной камере между верхней и нижней ветвями конвейера размещен экран 6. Увлажнение пекарной камеры производится паром от котельной предприятия. Пар подается тремя паровыми гребенками 10, которые увлажняют тестовые заготовки на 4 люльках. В нижней части печи при необходимости располагается электробойлер 7 и паровой котелок 8 с электрообогревом. Загрузка тестовых заготовок для всех изделий в печь производится вручную, а выгрузка готовых подовых изделий производится механически путем наклона люльки на угол 42 градуса при ее движении и соприкосновении с копирами 9 у боковых стен камеры. Вся аппаратура управления, регулирования и контроля температурного режима установлена на щите шкафного типа. Перед началом работы на потенциометрах устанавливается заданная температура. Разогрев печи до рабочей температуры производится вручную постепенно. Вначале включается только одна группа электронагревателей. При достижении заданной температуры пекарной камеры переходят на автоматический режим обогрева печи. Время разогрева печи от холодного состояния до рабочей температуры составляет не менее 2,5 часов. Технические характеристики хлебопекарных, тупиковых, конвейерных, люлично-подиковых печей малой мощности представлены в таблице на слайде. Элементы расчета производительности хлебопекарных печей. Производительность хлебопекарных печей зависит от количества хлебных изделий, находящихся на поду или в люльке. Масса изделий и продолжительности выпечки, установленные технологическими инструкциями производства хлебобулочных изделий. Количество изделий, размещаемых на поду или в люльке, определяется расчетом и зависит от размеров изделий, длины, ширины, диаметра и величины зазоров между ними, во избежание слепания кусков теста и получения притисков. Размер зазоров устанавливается опытным путем и практически принимается от 2 до 3 см. Количество рядов, размещаемых по ширине пода или люльки, определяется по формуле, представленной на слайде. Количество рядов по длине пода или люльки, определяется по формуле, представленной на слайде. Общее количество хлебных изделий на поду или в люльке рассчитывается по формуле, представленной на слайде. При определении количества изделий на поду или люльке должно быть найдено наиболее рациональное их размещение. При выпечке хлебных изделий в формах зазор между ними устанавливается не менее 5 мм, а зазор между подовыми изделиями не менее 2 см. Укладка тестовых заготовок, выпекаемых на листах, производится аналогично размещению изделий на поду. Размеры и количество листов связывается с размерами пода или люльки печи. Производительность конвейерной печи с ленточным или стационарным подом в килограммах час определяется по формуле, представленной на слайде. Производительность конвейерной или люлично-подиковой печи в килограммах час определяется по формуле, представленной на слайде. Правила эксплуатации и меры безопасности при обслуживании хлебопекарных печей. В зависимости от типа и конструкции печей, количество тепла и влаги, выделяемых печами через посадочные и выгрузочные отверстия и поверхность ограждений, а также уровни механизации, автоматизации, управления и контроля за процессами производства, условия обслуживания хлебопекарных печей отличаются. Это обязывает выполнять разработанные типовые инструкции и правила по эксплуатации и технике безопасности каждого типа печей. Однако ряд основных требований по эксплуатации и технике безопасности, относящихся ко всем печам, будут изложены далее. Вентиляция. Хлебопекарные печи при работе выделяет значительное количество тепла и влаги. Кроме того, от пригорания растительного масла, которым смазываются формы и листы, в помещении пекарного отделения наблюдается загазованность. Поэтому работе вентиляции должно уделяться особенно большое внимание у рабочих мест. Температура наружных поверхностей печей не должна превышать 45 градусов. Для снижения температуры посадочно-выгрузочных зон печей предусматриваются душирующие устройства. Освещение. Все рабочие места обслуживающего печи персонала должны быть хорошо освещены, не ниже 75 люкс. Применяемые при ремонте печей переносные электролампы должны быть под напряжением 12 вольт. Электрооборудование. Для обеспечения защиты работающих от поражения электротоком все электродвигатели, пусковые приборы и металлические конструкции каркастых печей должны быть заземлены. Общие требования. К работе ухлевопекарных печей допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие инструктаж по обслуживанию и мерам безопасности. Обслуживающий персонал должен хорошо изучить конструкцию печи, принцип работы печи, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, правила пуска и остановки привода. Перед началом работы обслуживающий персонал должен проверить исправность всех контрольно-измерительных приборов, работу вентиляционных устройств, наличие ограждений на приводах конвейера печи и вентиляционных устройств, исправность основного оборудования и механизмов по посадке, надрезке, наколке, тестовых заготовок и выгрузке готовых изделий, исправность инвентаря, форм листов. Обслуживающему персоналу запрещается работать на неисправном оборудовании и при снятых ограждениях, оставлять рабочее место без присмотра, загромождать проходы и пол на рабочем месте формами, листами и другими предметами, работать без санитарной одежды или в неисправной санитарной одежде, чистить и смазывать оборудование и поправлять секции с формами на люльках конвейера на ходу. Обслуживающий персонал печи отвечает за повреждения и аварии, которые произошли во время работы, от несоблюдения установленных инструкций, правил эксплуатации и мер безопасности. Обслуживание печей на газообразном топливе. Горючий газ содержит элементы, оказывающие токсичное действие. К ним относятся окись углерода, бензол и прочее. Содержание в воздухе окись углерода СО свыше 0,05 г на метр кубически является смертельным. Кроме того, горячие газы обладают при некоторых условиях взрывоопасностью, поэтому при газовом обогреве печей особое внимание должно уделяться мерам безопасности. Полная герметичность системы газопроводки. Строгое выполнение установленных правил зажигания и работы горелок. Внимательное наблюдение за контрольно-измерительными приборами и точное соблюдение мер безопасности на рабочем месте. В процессе обслуживания печей при сжигании твердого топлива особое внимание должно быть уделено правильному ведению сжигания топлива и мерам безопасного обслуживания топок. Эксплуатация и розжиг топки печей должны производиться строго в соответствии с утвержденной инструкцией. Загрузка топок топливом, шнуровкой и чисткой колостяковой решетки производится при выключенном дутье и в защитных очках. В топочных отделениях печей должны быть предусмотрены средства пожаротушения, огнетушители, ящики с песком и т.п. Обслуживание печей с электрообогревом производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации печей с электрообогревом того машиностроительного завода, который выпускает печь. Разогрев печи из холодного состояния до требуемой температуры должен производиться постепенно. При дистанционном или ручном включении ток дается только одной группе электронагревателей. При достижении температуры в пекарной камере 100-120 градусов Цельсия включается вторая группа и т.д. Продолжительность разогрева печи из холодного состояния должна быть не менее 2,5 часов, так как при несоблюдении этого условия может произойти нарушение плотности соединения секций и узлов печи и недопустимая деформация деталей и механизмов. После разогрева печи система управления переводит с ручного режима на автоматический. В этом видео мы рассмотрели устройство и принцип действия хлебопекарных печей малой мощности. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик уведомления. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!